Всем привет! С вами я, Амина Авецба, и это Тайм-Аут. Сегодня у нас обзор 15-го тура чемпионата Абхазии по футболу. Тур был открыт матчем Нарцухум Шахтерт-Кварчал. На 15-й минуте матча Квекискирия-Алхаз врывается в штрафную по правому флангу передачу, прервал выставленной рукой Аляс Асландзе, за что Нарты получает пенальти. У Шахтера появляется возможность открыть счет, чем он и воспользовался. Пенальти реализовал Лежава Робинзон. На 16-й минуте матча Шахтер вырвается вперед. Нарты перехватывает инициативу, создает все больше опасных моментов у ворот Шахтера, но Василий Мату оставляет ворота неприкосновенными. На 27-й минуте матча первую желтую карточку получает Аляс Алтыба. Первый тайм заканчивается счетом 0-1. Во втором тайме Шахтер продолжает играть от обороны. Владение мячом целиком за Нартом Василием Матуа продолжает спасать команду, что делает уже неоднократно и в других матчах. И вновь на 57-й минуте атака Нарта не увенчалась успехом. Сольный проход Шабата Логуа и последующий удар был остановлен Василием Матуа. На 59-й минуте за нарушение в метре от штрафной еще один горчичник зарабатывает игрок команды Шахтер Кутелия Михаил. Это хорошая возможность для Нарта сравнять счет. Заработанный штрафной бьет Амич Паинал, но штанга играет на стороне Шахтера. На 77-й минуте еще одну желтую карточку получает Альтыба Аляс, и это приводит к удалению. Шахтер остается в меньшинстве. Нарт продолжает давить. На 78-й минуте Наур Цвинария получает мяч в штрафной, пробивает по воротам, но Матуа справляется с ним. 81-я минута очередная желтая карточка в команде Шахтера, которую получает Гаделия Тимур, мешая разыграть мяч. И, наконец, на 81-й минуте Нарту удается распечатать ворота Василия Матуа. После передачи Наура Цвинария со стандартом мяч головой забивает Чкадуа и Нал, поразив дальний угол ворот. На 82-й минуте еще одна желтая карточка Гаделия Тимуру, и он покидает поле, оставляя свою команду в девятером. Удача в этом матче была и на стороне Нарта. Даже численное преимущество не дало возможности изменить счет и вырваться на первую строчку турнирной таблицы. Как описал эту игру сам тренер? Матч неиспользованных возможностей. Наверное, в сегодняшних моментах хватило бы нам на весь сезон. Никогда такого не видел. Во втором матче Тура встречались Гагра Афон. На пятой минуте матча Чан Бадаур отдает пас справа фланга на Тодуа Георгия. Тот, в свою очередь, быстро обрабатывает мяч и отдает голевую передачу во вратарскую. На Тане Леона счет становится 1-0. На девятой минуте второй гол ворота Афона забивает Смыр Гудиса после зрелищной стенки с борцыц Рамином. Попытки Афона довести свою атаку до логического завершения так и не увеличались успехом. А вот Гагра не теряет возможности, что приводит к еще одному голу на двадцатой минуте матча. В этот раз отличился борцыц Рамин после паса Никиты Ашуба 3-0. На тридцать шестой минуте четвертый гол пропускает Никита Капш, автором которого становится уже не раз отличившийся Ашуба Никита, в этот раз с передачи борцыц Рамина. Почувствовав, что матч уже окончен, игроки Гагры расслабились, что привело к голу Аргун Давида на тридцать седьмой минуте после паса в штрафную от Сейра Жиба 4-1. Это одиннадцатый гол Давида в чемпионате и второе место в гонке бомбардиров. Недолго Афон радовался забитому голу. Уже на тридцать девятой минуте после рикошета Гагра забивает. Дубль на свой счет записывает борцыц Рамин. Первый тайм заканчивается счетом 5-1. На восемьдесят второй минуте Черегбая мог принести еще один гол своей команде, но фол в атаке помешал этому. Гол был незасчитан. Но буквально через десять секунд Гагре удалось забить тот самый шестой мяч. Дальним ударом метров с тридцати пяти отличился пятнадцатый номер Гагры. Счет становится 6-1. На последних минутах основного времени судья назначает пенальти за толчок в спину, который играючи реализует Черегбая Данил, все же записав на свой счет гол в этом матче. Игра заканчивается разгромным счетом 7-1. Гагра выходит на первую строчку в турнирной таблице. Но матч Гагра-Афон не был самым щедрым на голы в этом туре. Встречайте, САЦ Динамо. На седьмой минуте счет в матче открывает Динамо. Автором гола становится Анджапоридзе Георгий 0-1. На десятой минуте матча пенальти забивает Богателли Аслан 0-2. Двенадцатая минута дубль Анджапоридзе 0-3. Двадцать шестая минута 0-4. Хэт-трик Анджапоридзе. И, наконец, на тридцать пятой минуте САЦ Динамо улыбается удача. Автором гола становится Цузба Ролан 1-4. На пятьдесят четвертой минуте Мготлов Нурби делает счет 1-5. На семьдесят третьей минуте забивает Тополян Руслан 1-6. Семьдесят шестая минута Богателли оформляет дубль. Счет 1-7. На восемьдесят восьмой минуте Покер Анджапоридзе с пенальти. Одиннадцатиметровый для своей команды зарабатывает Лушба Никита. Желтую карточку получает вратарь. Шанс сократить разрыв предоставляет Маркаряна Шоту. И это ему удается. Матч заканчивается счетом 2-8. Завершающий матч этого тура Самурзакан Ридзе. На двадцать восьмой минуте у Гудауты появилась возможность открыть счет. Бьет по воротам Доминик Харзалия, но судья фиксирует положение вне игры. К концу первого тайма на сорок шестой минуте Гамисонья Инар открывает счет этого матча 0-1. На пятьдесят второй минуте все тот же Гамисонья Инар записывает дубль на свой счет. Второй тайм выдался результативнее. Еще один гол в ворота Самурзакан на шестьдесят четвертой минуте забивает Богателлия Лука. На последней минуте основного времени еще один гол, автором которого становится вышедший на замену Тарба Астамур. Ирица вновь выходит на первую строчку турнирной таблицы. Сегодня у нас в гостях капитан команды «Динамо» Аслан Богателлия. Привет, Аслан! Привет, Амин. Как настроение? Замечательно, спасибо. Хотела бы отметить очень яркую игру с САДС. Довольно-таки хорошие пасы, очень точные. И плюс ко всему ты записал на свой счет дубль. Можно ли сказать, что это самая удачная была игра для тебя? В этом сезоне? Да. Наверное, нет. САДС позволял делать слишком много, потому что они сначала матчи играли в меньшинстве, и нам было просто, и было намного проще делать эти передачи, как вы говорите. И плюс это все командная работа, не только она и передача. Вопрос по второму тайму. Там был спорный момент с офсайдом. Скажите, как вы считаете, он был или все же его не было? С нашим голом. Да, да. Вам его засчитали, но... Я понял. Ну, не знаю, но рассмотрение судей я в этом деле не особо силен. Как решили судьи, так и правильно, наверное, будет. Хорошо. А как вы считаете, ваша команда в этом чемпионате справляется с поставленными задачами? Ну, конечно, задачи изначально. С самого начала сезона были немного другие. Никак не находиться на четвертом месте турнирной таблицы. Так что, скорее, не справляется с чем справляется. Были ли у вас кумиры в детстве, на кого вы смотрели и не равнялись футболистам мирового штаба? Ну, наверное, все-таки, да. Мой любимый футболист был и есть, остается. Был такой футболист в Энол Динио был такой футболист. Вот он. И восхищался я его игрой. И он для меня был кумиром в детстве. Если не футбол, какое у вас есть хобби? Чем бы вы занимались? Даже не знаю. Я, помимо того, что играю, детей тренирую. Поэтому я в футболе... Столько в футболе, я не знаю, не представляю себя вне футбола как-то. Не могу представить. Давайте представим такую ситуацию. Если у вас такая возможность попасть в любую команду, в какую бы вы захотели попасть? В которую буду играть, наверное, регулярно. Если прям везде буду играть, то в Барселону. А если не буду играть, то не хочу в Барселону. Хочу туда, где буду играть. Скажите, если посмотреть на весь чемпионат, какой из игроков, на ваш взгляд, больше всего отличился? И кто является самым перспективным? Именно в нашей команде? Да-да-да. Молодых футболистов. Очень много с Адзом дебютировал. Много футболистов дебютировало в стартовом составе. И ребята забили голы тоже первые в своей жизни, не знаю, в своей карьере за Динамо. Так что... Ну и отмечу его, наверное. Ну и практически все у нас одного уровня. Нет такого, кто прям сильно выделяется в команде. Хотелось бы также узнать твое мнение касательно чемпионата в целом. Потому что он изменился, есть прямые эфиры. Как тебе кажется, это сказалось на игре в целом? Потому что многих теперь узнают, даже те, кто не ходит на поле. Ну это, конечно, огромный шаг вперед. Прямые эфиры... Какого и представить себе не могли, наверное, полгода назад, может быть, да. Когда там... А сейчас где-то в деревне далеко, там какие-то родственники, не знаю, очень рады, что есть такая опция, что мы могут они посмотреть, не знаю, прямые эфиры, увидеть своих там внуков, не знаю, там племянников и так далее. А так, чтобы узнавали, пока не узнают. Пока такого нет? Я думаю, все впереди. Кстати, о болельщиках. Вот интересно, вас не отвлекает крик с трибуны или это, наоборот, мотивирует? И не мотивирует, и не отвлекает. Я как-то на него особо внимания не обращаю. Ты через пять лет где и кем ты будешь, кем ты видишь у себя? Блин, я не мыслил так далеко, не глубоко. Пять лет, это не так далеко. Ну, не знаю, я живу сегодняшним днем, в принципе. Ну, наверное, я сейчас тренирую детей, помимо того, что играю, наверное, пока меня это устраивает. А играть, буду ли играть через пять лет, ну, не знаю. Вроде бы, пока молодой, посмотрим. Как ты считаешь, кто является главным конкурентом в этом чемпионате для вас, именно для вашей команды? Не могу выделить конкретно, наверное, какую-то одну команду, потому что в этом сезоне мы не ожидали, но потеряли очки практически со всеми командами, которые ниже нас сейчас в турнирной таблице. А с командами, которые выше нас, мы играли хорошо. Так что я не знаю, главный конкурент в этом сезоне. Три команды, четыре вместе с нами рассчитывают на чемпионство, но они, наверное, главные конкуренты нашего. Гагра, Гудаута и Нарта. В мире футбола очень много разных обычай, примет, традиций. Есть ли они у вас и вообще верите ли вы в них, ваша команда в целом? Не сказал бы, что мы какие-то там соблюдаем традиции и какие-то у нас приметы. Нет, такого нет. Просто дружная команда есть, этого нам достаточно. Лично меня очень интересует вопрос касательно женского футбола. Как ты к нему относишься и почему, на твой взгляд, в Абхазии его нет? Ну, почему его здесь нет, я не знаю, наверное, как-то не дошли мы еще до этого, не доросли до этого, может, не знаю. А так, в целом, положительно, почему во всем мире есть женский футбол, не знаю, та же лига чемпионов женская, я смотрю с удовольствием. Уровень их футбола очень высокий, приятно смотреть. Сегодня у нас в гостях был капитан команды «Динамо» Аслан Багателлия. Спасибо большое, Аслан, было приятно с тобой пообщаться. Спасибо, взаимно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!